У вас начинают расти долги, ядерное оружие в финансах, и это приводит к инфляции. Вот так вот у нас облапошили большие части населения. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвестерское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео посвящена вопросу инфляции, и не столько, наверное, текущего момента, потому что про текущий момент мы гораздо больше, много говорили на нашей конференции, для участников закрытого клуба инвестора и записи, которые вы можете купить. Более подробно ссылочка внизу под данным видео. А столько поговорить, что является первопричиной высокой гиперинфляции, основной причиной. И я сегодня хотел бы сделать такой небольшой экскурс исторический, потому что относительно в историческом промежутке времени у нас уже были прецеденты гиперинфляции в мире. То есть мы посмотрим сейчас, как это было в Советском Союзе после распада Российской империи и окончания Первой мировой войны. И на самом деле, каким образом это было предотвращено, потому что после Второй мировой войны существовал огромнейший риск, связанный с тем, что будет высокая гиперинфляция, причем во всех странах. Объясню, почему это происходило и каким образом произошло. То есть как раз таки это было причиной восхождения доллара как международного валютного платежного средства с привязкой к золоту. То есть то, что позволило в принципе доллару занять такие господствующие позиции в мире. Что было первопричиной, на самом деле посмотрим, что есть в настоящий момент. И исходя из этого, попробуем ретранслировать это в будущее. Ну а в следующем видео поговорим, что в эти периоды выступал механизм защиты от инфляции. Будет очень интересно, опять-таки интересно будет людям, которые хотят понимать, из чего растут ноги, что является первопричиной высокой инфляции. Самое главное, нужно понимать, что является причиной гиперинфляции, каким образом всегда удавалось погасить эту гиперинфляцию, какими инструментами она гасилась. И соответственно, что является неким таким стабилизирующим инструментом, который позволяет при прочих равных условиях сохранить капитал. Потому что периоды гиперинфляции всегда приводят к колоссальному перераспределению ресурсов. Природных ресурсов, человеческих ресурсов, денежных ресурсов. Очень много теряется, но и очень много приобретается. Соответственно, история важна, потому что, как я говорю, что история не столько повторяется, сколько рифмуется. То есть, если мы видели определенные причины, которые приводили, есть ли сейчас эти причины и к чему, в принципе, могут привести. Хватит предыстории. Давайте непосредственно перейдем к теме. Итак, сегодня у нас частично материал, который я взял, это из презентации, которая была на конференции, лично моей презентации. Хочется привести некие такие примеры. Давайте начнем с РСФСР. 1 января 1922 года произошла реформа, в результате которой денежные знаки образца до 2022 года, софт-знаки, они конвертировались по курсу 1 к 10 тысячам, выпущенным до 2022 года. То есть, еще раз, один софт-знак, который выпускался после 1 января 2022 года, приравнился к 10 тысячам софт-знаков, выпущенным до этого промежутка времени. То есть, произошла некая такая деноминация. То есть, один новый равняется 10 тысяч старых. 11 ноября 2022 года, то есть, по прошествии 11 месяцев, был выпущен золотой червонец. Этот золотой червонец, он был обеспечен на 25% своей стоимости золотом и другими драгоценными металлами. А иностранные валюты на 75% легко реализуемыми товарами и краткосрочными обязательствами. Что такое легко реализуемые товары? Это спички, сахар, соль. То есть, получается, нужно было выпустить что-то такое твердое, чем-то обеспеченное, кроме печатного станка, кроме бумаги резаной, которая непосредственно была, для того, чтобы вызвать доверие. И вот этот вот золотой червонец, он, соответственно, конвертировался с 24 октября 2022 года. Он конвертировался в 100 советских денежных знаков образца 2022 года или 1 миллион сол знаков, выпущенных до 2022 года. То есть, еще раз, по прошествии года, после того, как был выпущен денежный знак образца 2022 года, уже через 11 месяцев из-за высокой инфляции, потребовалось выпустить что-то иное. Зачем бы стояли какие-то реальные активы? На 25% это золото и валютное обеспечение, и 75 знаков это реальные товары и краткосрочные обязательства. Весной 2024 года, то есть, через 2 года, возник один золотой рубль. И вот этот вот золотой рубль приравнился к 50 тысячам денежных знаков образца 2023 года, 5 миллионам денежных знаков образца 2022 года, и 50 миллиардов знаков образца до 2022 года. То есть, все помнят Веймарскую республику, про Советский Союз никто не вспоминает. То есть, что произошло? Было обеспечено реальным золотом. Обеспечение это составило 1 золотой рубль, по сути, конвертировался в 50 миллиардов соцзнаков до 2022 года. Если посмотреть, что послужило первопричиной, то есть, что послужило причиной такого обесценивания денежных знаков в Советском Союзе, и когда по времени это произошло? Произошло это через, по сути, 2 года после окончания активных боевых действий. То есть, в 1918 году произошло окончание Первой мировой войны, с 1918 по 1920-1921 год, соответственно, была интервенция. То есть, Советский Союз ввел активную войну. То есть, вернее, Российская империя сначала ввела активную войну с Германией, после того, как, соответственно, самодержавие пало, то была Советская Республика, которая вела активные боевые действия с интервенцией. И экономика не работала, соответственно, поступлений в казну не было, и финансирование военных расходов происходило за счет печатания денег. То есть, денежная масса увеличивалась. Но из-за того, что произошло увеличение денежной массы, с одной стороны, но с другой стороны, скорость обращения денежной массы, то есть, как быстро денежная масса меняет своего собственника, этого не происходило, да, потому что мужчины на войне, экономически активное население, там, на полях, на фабриках, да, то есть, они, даже если какую-то заработную плату получают, то они ее особо не тратят. Они ее тратят по минимуму, потому что, ну, как бы сберегают. И некуда тратить, да, то есть, промышленных товаров не производится, вся страна стоит на военных рельсах. Соответственно, когда начинается всплеск инфляции? Всплеск инфляции происходит после того, когда одновременно совпадают две вещи. С одной стороны, денежная масса уже увеличена, и инфляция, она начинает принимать галлопирующий эффект, когда начинается увеличение скорости обращения денег. То есть, скорость денег, как происходит мена. Сейчас посмотрим дальше, как это было в Германии в том числе. Но если посмотреть, что являлось опять-таки причинами денежной реформы, по сути, девальвации в результате инфляции в Советском Союзе. Первая мировая война, гражданская война, политика военного коммунизма, запустившие инфляционную спираль смерти, рост скорости обращения денег, потому что, когда вы получаете денежные знаки, и вы знаете, инфляция высокая, и завтра эти денежные знаки, их нужно будет больше, чтобы купить то же самое, я не знаю, десяток яиц, чтобы купить завтра или через неделю, нужно будет потратить больше. Деньги превращаются в некий такой горящий камень, уголь. То есть, деньги на руках никто держать не хочет. То есть, его всегда обменивают на реальный товар. И это приводит к увеличению скорости обращения денег. И, соответственно, денежная масса и так большая, это равносильно тому, что человек, который лежит в коме, для того, чтобы поддерживать функцию организма в нормальном состоянии, в него вливали, вливали новые литры крови, а потом человек взял из кома, вышел, встал и пошел. То есть, скорость обращения крови увеличилась из-за того, что человек вышел из кома, и у него все процессы заработали. И происходит взрыв. То есть, давление повышается, потому что система не выдерживает. Вот таким образом это было в Советском Союзе. На следующем слайде вы, соответственно, видите ситуацию с Веймарской республикой, Веймарская республика, инфляция, опять-таки, посмотрим на даты. Берет с 21 по 24 год. То есть, они очень и очень близки с тем, что происходило в Советском Союзе. И что же происходило? То есть, 1 января 2020 года за одну пейпермарку германскую, вернее, 1 доллар стоило 50 пейпермарок немецких. Вся та же самая история, повторялась. Я просто вам хочу показать сейчас на графике, каким образом происходит рост инфляции, и она принимает вот эти вот галлопирующие темпы. То есть, 1 января 2020 года 50 пейпермарок. Через 12 месяцев, на 1 января 2021 года, происходит ускорение, инфляция вырастает на 50%. То есть, уже 1 доллар 175 пейпермарок. А 1 января 2022 года, то есть, еще через 12 месяцев, происходит, видите, происходит некое такое ускорение, и уже 1 доллар стоит 190 пейпермарок. То есть, инфляция составляет порядка 250%. И что мы видим? Что 1 июля 2022 года, уже через полгода, это 400 пейпермарок за 6 месяцев 210%. 1 августа 2022 года 1000. За 1 месяц 250%. В следующие 4 месяца увеличение идет на 700%. В следующие 6 месяцев 1100%. В следующие 4 месяца 1000%. Потом уже 1000% инфляция делает за 1 месяц. А за 15 дней, с 1 октября по 25 октября 2023 года, за 15 дней инфляция составляет 1000%. И получается на 1 ноября 1923 года 1 доллар стоит 4 триллиона 200 миллиардов пейпермарок американских. Вот каким образом происходило обесценение в Веймарской Республике. Что, соответственно, происходит? Каким путем преодолевается гиперинфляция? 1 ноября 2023 года вводится 1 рентенмарка. И рентенмарка конвертируется, приравнивается к 1 триллиону пейпермарок германских. Соответственно, 1 рентенмарка соответствовала 36 граммам золота. то есть, на соответствие золота и обменивалась непосредственно на золото. Во-вторых, выпускалась эта рентенмарка, она выпускалась немецким рентным банком, который был создан путем введения ипотечного долга в 4% от стоимости земельного участка недвижимости каждого предпринимателя, собственника и промышленника или фермера. То есть, рентенмарка, которая позволила стабилизировать инфляцию первоначально, суть ее в чем заключалась? Во-первых, она была обеспечена золотом раз. Во-вторых, она еще обеспечивалась всей землей, которая была в Германии. То есть, по сути, был введен такой налог. То есть, если у тебя есть производство, если у тебя есть ферма, а ты на этом производстве или на этой ферме что-то производишь, то ты это обмениваешь на что-то. И поэтому, в принципе, становится без разницы в чем считать. В пейпермарках, в рентенмарках. Просто в рентенмарках это будет в триллион раз меньше. И она обеспечена. И это позволило стабилизировать, причем не просто стабилизировать. То есть, вот мы видим, что если 25 октября темпы роста за 15 дней было 1000% по инфляции, то за следующие 20 дней произошло резкое погасание. То есть, гашение инфляции, вот этих инфляционных ожиданий, потому что население поверило в рентенмарку. Потому что рентенмарка была обеспечена реальными активами. Золотом раз. Два, она была обеспечена землей, которая и которая непосредственно владели. Причем, история о рентенмарке такова, что 30 августа 24 года появилась рейхсмарка, и рейхсмарка приравнивалась к рентенмарке по курсу один к одному. И равнялась довоенной золотой рейхсмарке. Причем, что нужно понимать, что вот эта рентенмарка, она имела обращение в Германии до 48 года. То есть, она, ей рассчитывались, ей уплатили во времена Третьего рейха и даже после войны, еще после того, как закончились боевые действия, Германия потерпела поражение еще три года. С 45 по 48 год рентенмарка, соответственно, действовала в Германии, была законным средствам платежа. В 48 году, там, где находились союзники, вводилась немецкая марка. Одна немецкая марка конвертировалась по курсу один к одному, а для населения она конвертировалась по курсу один к десяти. То есть, одна немецкая марка конвертировалась на 10 рейхсмарк, на 10 рентенмарк. И, мало того, могли сконвертировать не больше 600 в общей сложности. В первый этап 400 можно было принести и потом еще в течение определенного времени 200. Почему такое произошло? Ну, я задавал этот вопрос на конференции. Здесь, соответственно, по таймингу мы ограничены. Почему это происходило? Потому что после Первой мировой войны Германия была обязана выплачивать репарации. Репарации она выплачивала, соответственно, странам, Монтанто победившим. И долг этот был выплачен только в 1983 году. Так вот, что удивительно получается, что в 1948 году, когда появилась немецкая марка, для текущих платежей, то есть, когда Германия расплачивалась по кредитам еще Первой мировой войны, это было по курсу один к одному, а у населения, соответственно, конвертировали по курсу один к десяти. То есть, одна немецкая марка это 10 рейхсмарк или рентенмарк. Вот так вот у нас облапошили по большей части населения. И давайте, соответственно, посмотрим общий итоговый результат, общий итоговый результат, что одна немецкая марка по сути приравнивается к 10 триллионам пейпермарок, которые были до 2021 года. Причины такого шока. Первая мировая война, опять-таки, финансирование расходов невозможно. Финансирование военных расходов Германия осуществляла за счет эмиссии пейпермарок. И пока люди были на войне, пока непосредственно воевали, пока экономика восстанавливалась и скорость обращения денег не увеличилась, все было хорошо и все было стабильно. Как только, соответственно, скорость денег начала увеличиваться, это привело к взрывной инфляции. Что сейчас важно из этого понимать? Что является причиной гиперинфляции? Причиной гиперинфляции является неконтролируемый рост расходов, как правило, для финансирования военных вещей, и второе отсутствие доходов. То есть, когда государство тратит гораздо больше, чем они зарабатывают, то они попадают в петлю, инфляционную петлю смерти. Текущее обязательство нужно погашать, погасить их невозможно. Соответственно, деньги печатаются снова и снова, снова и снова, снова и снова. В Америке в настоящий момент, для понимания, в 2022 году у нас получаются расходы федерального бюджета Соединенных Штатов Америки составляют порядка 6 триллионов долларов. Доходы от поступающих от налогов составляют порядка 3 триллионов долларов. То есть, разрыв составляет порядка 3 и 2 триллионов долларов, связанных между тем, сколько зарабатывает Соединенные Штаты Америки в форме доходов в правительстве Соединенных Штатов и сколько оно тратит в форме расходов. То есть, практически превышают в 2 раза. Дефицит составляет почти 1 триллион долларов. То есть, триллион, людям кажется, ну господи, ну триллион, это 1 и 12 ноликов. Что тут такого страшного? Но, на самом деле, это очень большие цифры, это колоссальные цифры, когда у вас не один такой, это дефицит 1 триллион. У вас начинают расти долги, вы эти долги погасить не можете, вы вынуждены снова печатать деньги, чтобы удовлетворить, чтобы покрыть текущее обслуживание долгов. И вот это, как раз таки, риск высокой инфляции. Продолжая историю, я обещал рассказать про доллар. Соответственно, на экранах у нас есть 2 человека, да. Лично я считаю, что эти 2 человека, это люди, которым Соединенные Штаты Америки, все население должно скинуться и поставить каждому памятник размером со статуей Свободы. Это люди, которые, в принципе, были архитекторами создания Бреттон-Вудской системы. Один из которых является британский экономист Джон Мейнард Кейнс, которым является основателем кинстианской теории, который является, по сути, теоретическим учителем монетарных властей Соединенных Штатов Америки, которые сейчас проводят монетарную политику и европейских властей, и японских властей. Это человек, который говорил, что, ребят, если вы хотите, чтобы ваша экономика росла, то в этом случае вы должны увеличить доступность кредитам, вы должны в условиях рецессии, соответственно, снижать процентные ставки. Ну, а если снижение процентных ставок недостаточно, печатайте деньги до тех пор, пока у вас экономика непосредственно не заработает. И, в принципе, вся мировая экономика как раз экипозируется на идеях Кейнса, что если вы хотите увеличить рост экономики, то, соответственно, увеличить денежную массу и скорость обращения денег. Тогда у вас экономика будет расти, потому что, когда деньги увеличиваются, потребительская активность увеличивается, люди начинают потреблять, возникает спрос. Это приводит к стимулированию спроса. Но ситуация, при которой происходит увеличение денежной массы и увеличение скорости обращения денег без сопоставимого увеличения количества производимых единиц товаров и услуг, ну, то есть, денег стало больше, они стали быстро обращаться, но товары и услуги пропорционально не увеличиваются, новые производства не открываются, инвестиции не производятся. То есть, происходит что? Происходит просто обесценивание, потому что товаров по-прежнему мало, а денег, номинальное количество денег, их больше, и они быстро обращаются. И это приводит к инфляции. То есть, соответственно, первый это Кинс, второй человек это у нас Генри Декстер Уайт, человек, который работал в казначействе Соединенных Штатов Америки. Это люди, которые, по сути, были, как я уже говорю, архитекторами Бреттон-Вудской финансовой системы, что это такое произошло. Если говорить о том, что происходило, надо вспомнить, когда возник Бреттон-Вудс. То есть, когда он возник, кто создал, кто подписал Бреттон-Вудское соглашение, ну и, соответственно, ответ на вопрос, почему и зачем, как вы поняли, уже я люблю часто эти вопросы абсолютно всем задавать. Давайте пройдемся по ответам на эти вопросы. То есть, Бреттон-Вудская система была создана в июне 1944 года. В этот же период произошло открытие Второго фронта во Второй мировой войне. Что было понимание? То есть, было понимание, что страны оси терпят поражение. То есть, экономическая мощь, военная мощь, которая была. То есть, Советский Союз там уже перевалил, соответственно, на территорию Европы. Были проведены успешные наступательные операции. Союзники, соответственно, высадились и во Франции, высадились и в Италии. И, в принципе, было понятно, что Германия не выдержит такого, ну, то есть, войны на несколько фронтов. Второе, что было понятно. Было понятно, что уже по итогам Первой мировой войны страны, участники войны, которые принимали в ней активное участие, были очень сильно истощены экономически. То есть, экономика работает на военную промышленность. Займы достаточно большие. Америка кредитовала и страны Запада, и страны Советского Союза по ленд-лизу. И, то есть, было понимание, что если чего-то не предпринять, то есть, если прямо сейчас, в настоящий момент, не подложить вот эту вот рентмарку, которая погасила инфляцию в Германии в 2023 году, если не подложить золотой рубль, как это было в РСФСР в 2023 году, то в этом случае экономика развалена, промышленность развалена. Большое количество людей, в принципе, погибло до экономически активного населения. Соответственно, какое-то время, 2-3 года, уйдет на восстановление, на стабилизацию. То есть, денежные знаки, они, в принципе, в странах есть. Но пока что скорость обращения не очень высокая. И, в принципе, если сейчас, после того, как окончится война, ничего не предпринять, то есть, не дать вот этот вот золотой стандарт прямо сейчас, то с промежутка, там, в 2-3 года, это получается ориентировочно, поражение было очевидно, там, сколько, полгода остается до поражения Германии. То есть, весна 45-го, 2 года вперед, это получается весна-лето 48-го года, да, глобальный мир столкнется с высокой инфляцией. Просто потому, что ничем это не обеспечено. И поэтому, как раз-таки, было подписано Бреттенвудское соглашение. Кем оно было подписано? Оно было, как раз-таки, подписано странами-участниками, странами-участниками этого соглашения, 44 страны, которые, как раз-таки, и несли самые высокие затраты на войну. В этот период, соответственно, скорость обращения денег низкая, а денежная масса, она увеличена, да, из-за денежных, из-за расходов, которые несли на военные нужды. Риски замедления экономики, сползания, потери контроля. И самое страшное, что подписывалось, да, что последствиями инфляции в Германии, в Веймарской республике, стал приход к власти фашизма. Ну, то есть, по сути, это социал-демократы. То есть, где идет, то есть, народ должен жить богато, народ должен быть хорошо. И, в принципе, я не хочу, чтобы меня сейчас расценили, да, я не провожу параллели, естественно, между коммунизмом и фашизмом. Я говорю о том, что западные страны, они видели, что если будет высокая инфляция, если денежные средства будут очень сильно обесцениваться, то, соответственно, народ, который остался, да, народ, который воевал, количество вооружений, которое находится на территории Европы, это риск, на самом деле, восстания, достаточно большой. То есть, здесь действительно Советский Союз, он может пойти куда-то и дальше. Поэтому, с одной стороны, было подписано Бреттенвудское соглашение, это, по сути, ядерное оружие в финансах. С другой стороны, в военном плане было создано ядерное оружие, да, и демонстративно применено в 45-м году против Японии. Поэтому, получается, что вот это вот Бреттенвудское соглашение привязали курс доллара, четко привязали к курсу золота, да, то есть, что одна тройская унция стоит 35 долларов, и по этому курсу обменивается всегда. Поэтому, соответственно, после Второй мировой войны мы особо не увидели каких-то высоких инфляций. В странах, которые подписали Бреттенвудское соглашение, которые с этим непосредственно соглашились. Но, опять-таки, в 70-х годах господин Никсон отказался от этого, да, то есть, доллар отвязали от золотого стандарта. Сказали, ребят, все, это не работает, это неправда. Но в этот промежуток времени доллар уже являлся международным платежным средством. Большинство транзакций и платежей международных проходило в долларах. Да, это повлияло на инфляцию, в этот период активно выросло золото, конечно же, цены на нефть выросли. Но сделали привязку не к золотому стандарту, а сделали привязку к ценам на нефть. Да, когда договорились с Саудовской Аравией, что Саудовская Аравия всем странам, абсолютно всем странам, она продает, соответственно, нефть за доллары, а полученные доллары депонирует непосредственно Соединенных Штатов Америки. А в ответ за это Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь политическому режиму Саудовской Аравии в плане защиты ее территории, посягательства на природные ресурсы членов королевской семьи саудитов. Большой достаточный экскурс в историю, друзья. Вопросов нет, кто-то скажет, ну и что со всем этим делать? Мне бы хотелось здесь остановиться на нескольких выводах. То есть первые выводы заключаются в том, что во время высокой инфляции самое глупое, что может быть, это хранить деньги в инструментах денежного рынка. Это инструменты с фиксированным доходом, такие как облигации, такие как векселя, такие как банковские депозиты, потому что здесь происходит просто рощерком пера. Берут и говорят, что все, вот было у вас там на счете 1 триллион пейпермарок, да, теперь будет одна рентмарка. Все, все теперь по этим правилам живем. Поэтому нужно инвестировать в реальные активы, да, то есть здесь вопрос, что и можно считать реальным активом. Пойдем, наверное, по доходности. Наименее интересным реальным активом, лично я считаю, все-таки в этой ситуации, пусть меня опять забросают снова камнями, это недвижимость. Но, тем не менее, если посмотреть историю с рентной маркой, да, рента. Рента, откуда рента бралась? Рента бралась, опять-таки, с 4-процентного налога на землю, на имущество. Я рассказал историю про гиперинфляцию. И если сделать краткое резюме, то кратким резюме может выступать, когда происходит, когда у государства расходы значительно больше, чем доходы, когда постоянно растет денежная масса, когда скорость обращения денежной массы начинает увеличиваться, это приводит к гиперинфляции. Стабилизирующим факторам, которые погашают инфляцию, появление какой-то новой денежной единицы, и эта новая денежная единица, она обеспечена реальными вещами. Золотом, недвижимостью, реальными активами, которые нужны в производстве, и все, что с этим непосредственно связано. То есть, что создает прибавочную ценность. Поэтому, когда сейчас стоит вопрос о том, что делать и куда вкладывать, на это мы отвечаем, соответственно, на конференции, ссылка внизу. Если вы не хотите за это платить деньги и идете по пути, по которому уже я рассказал, по какому ходят люди, это вы хотите получить дешево, качественно, но готовы на это потратить время, обязательно подписывайтесь на канал, потому что частично мы рассказываем смыслы. Для себя можете определить, что неплохо бы иметь в портфеле у себя физические драгоценные металлы, фонды, которые инвестируют в сырье, сырьевые товары, а также производственную недвижимость, неживую, то есть, какая-то коммерческая производственная недвижимость, на территории которой создается прибавочная стоимость. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok